привет друзьям привет у меня там есть такое стихотворение и там я сижу с правнуком и мы такие счастливые он такой маленький максимка и он значит смотрит на меня дедуля сидит и радуется но там есть такая фотография ну зайдите в фейсбуке там посмотрите у меня или в контакте там есть у меня такое стихотворение диагноз называется я доктор диагноз ставлю человечеству оно больно и лечится лишь человечностью науку создадим науку человечности наука единый человечеству язык и правнук мой почти готов заняться этим осталось только научиться а мы поддержим все как можем иначе все наши усилия в нашей жизни не имеет никакого смысла а сделав это сохраним себя и человечество конечно науку нужно создавать наука человечности единый человечеству язык потому что до сих пор не было единого человечества языка кроме наук наука это такая вещь которые там и любой человек хочешь не хочешь наука математика например для всех наука физики для всех наука там химии для всех независимо от того буддисты или ты в исламе или ты иудеи или вообще ты цыган или может быть поэт или может быть музыкант но это не имеет никакого значения это наука науку человечности создавать это очень сложно потому что критерии у науки очень сложно ну помните пушкин говорил о парадоксах что они друзья и парадоксов друг ну это очень интересно и поэтому у меня это видео сейчас называется хлопок одной ладошью как хлопком одной ладошью решить сложную неподъемную задачу ну почему потому что моей новой модели работы мозга которая одновременно является наш мозг одновременно является как коробка передач где переключение мозговые происходят через ноль через нейтральное состояние да она одновременно является конденсатором где все наши противоречия конфликты внутренние между душой и телом несогласованности они накапливают потенциал и вот этот стресс вечный поэтому у человека и вот те люди которые имеют разрядить этот конденсатор мозга например некоторые там это самое кулаком по столу бьют и матерятся прямая такая разрядка если любимое дело то есть они там за счет того что это синхронизировано с их генотипом их структуры личности они разряжают этот конденсатор тем что создают какие-то произведения в зависимости от своих талантов кто музыку пишет кто вяжет интересные изделия там кто розы выращивает ну вот а наука наука как раз таки объясняет на чем ключ построен вот мне недавно наш друг участник школы человек будущего homo futurus александр нилов написал я вот только сейчас дошел до того о чем вы говорили в самом начале что упражнение ключа не есть сама цель на есть инструмент для решения какой-то конкретной задачи и там вот это нулевое состояние и там состояние раскрепощения и состояние выхода на вот эту медитацию и прочее 10 это всего лишь инструменты для решения какой-то задачи действительно на самом деле потому что если взять упражнение какие-то ключевые почему они называются ключевые почему они простые в то же время дают мощнейший эффект ну потому что они основаны на науке то есть по существу там осознанно вычислено инстинктивная часть любого человека как он спасается в моменты стресса снимает напряжение выходит на состояние творческое на его инстинктах то и поэтому когда мы показываем эти упражнения это осознанные моделирование тех действий человека которые он делает инстинктивно поэтому они простые они настолько с ним совпадают что он потом говорит слушайте да я так инстинктивно всегда и делал в детстве например а чего ты потом не делал а потом начали шаблоны его учили делать по другому вот например йоговские упражнения упражнения цигун упражнения тайчи и упражнения да и вот мы прошлый раз сделали как раз таки по цигуну по единоборствам о том что они часто инстинктивно делая упражнения цигун выходили на это состояние нуля в это состояние безмятежности когда голова как пустая руки ноги сами идут и да знают что надо делать но вот это интересно правда а сейчас я вам хочу сказать две важные вещи две важные вещи во первых я сказал что наука это единый язык это очень важно потому что даже среди буддистов я очень люблю я очень люблю далай-ламу который только и занимается тем что он агитирует за мир в мире о миролюбии о том что надо подавить агрессию в себе перейти на состояние альтруизма миролюбия человечности но даже среди буддистов есть фанатики точно так же как и есть фанатики среди мусульман такие фанатики что дальше некуда они ничего не слышат ничего не видят а только вот и готовы ругаться даже матом если ты вдруг скажешь что-то такое что-то будет размышление и вдруг ты кто-то код и начинается вот против фанатизма поэтому наука наука человечности ну потому что наука такой язык общий единый для всех и поэтому когда какое-то явление осознанно и выходят на уровень математики на уровень науки но это единый язык вот вам по существу стержень создания нового мирового единства это новый вавилон так сказать который рассыпался именно потому что я единым не единый был язык кто во что до раз кто чего хочет кто на что настроен у кого какое миро ощущение одни люди повыше по уровню развития другие пониже вечный конфликт от людей которые мыслят философски и мыслят буквально то это между ними постоянный конфликт а наука это единый язык и поэтому создавая науку именно человечности мы создаем единый язык на планете а участники этого созидания участники они тем самым генерирует образ будущего образ будущего чтобы был мир в себе гармония в себе и гармония с миром да это очень важно создать единый язык для человечества науку о человечности и вот что интересно очень много людей талантливых я говорил уже очень людей много знаменитых известных и вот мы хотим генератор будущего национальная идея россии генератор будущего создавать такую флаг платформа международную те вы значит любимые на своих местах и в италии и в греции и в америке и в россии и в кишиневе и плавдиве ну где угодно и в софии любимые поэты писатели художники спортсмены выходили на эту глобальную платформу международную как телемост такой и обменивались своими идеями предложениями как решить глобальные проблемы человека и человечества и этим самым генерировали генерировали у всех как вот смотрят люди чемпионат мира или олимпийские игры еду ну что же они там придумают и вот само само вот это действие само это действие уже улучшает мир понять это свежевозник потому что самые разные люди с разных континентов на этой платформе обсуждают эту проблему причем они обсуждают ее в неконкурентном диалоге как работают две половины мозга когда перед человеком стоит какая-то задача его сосредотачивается они входят такой режим взаимоотношения не конкурентного диалога и все ресурсные системы вся память человеческая вся его генетика подключается в решение этой совместной задачи это коллективный разум коллективное творчество это очень удивительное явление когда человек там счастлив каждый сам по себе и кто же высшее счастье когда счастливы вместе это просто потрясающе это такая интересная вещь а кто же вот там должен быть участником кто же хочет быть в этом создании науки о человечности ведь я знаю очень много людей которые вот очень талантливые у каждого из нас есть талант и востребованы и не востребованы и все мы гений по природе и у всего всех у нас есть аптека внутренняя то есть у нас есть все как говорил христос а ты рай внутри вас есть или царство божие внутри вас есть но это же как раз таки об этом везде сказано просто сказано так вот а в науке как раз таки на научном языке единым для всех вот почему нам и надо создать эту науку все вместе и вот кто вот я обращаюсь кому-то к очень известным людям давайте вместе создавать эту науку человечность и вот я смотрю вот те люди которые значит нашли реализацию своим талантом и нашли свою зону комфорта внимательно пожалуйста слушайте люди которые удовольствовали с тем что мозг как переключатель коробки передач автомобиля но в то же время и конденсатор когда у них накапливается потенциал напряжения они знают в зоне комфорта как себя выразить и они поэтому пока пользуются успехом вот как только у них появляется вдруг по каким-то причинам невозможность это сделать но представьте себе ситуацию когда вы допустим великий известный человек а ваши книги не читают и вот тогда вы начинаете задумываться как же сделать так чтобы читали вот когда у нас ум начинает работать по-настоящему и создавать изобретение и две половины мозга уже соединяется с синергируется в поиске решения да вот те люди которые имеют зоны комфорта выступают по телевизору общаются которым все аплодируют мы сейчас перейдем хлопку одной ладошью эти люди они как раз таки и мало откликаются потому что они разрядку разгрузку свою имеют имеют они там чувствуют что они есть их подтверждают а вот те люди которые зону комфорта потеряли и думают как же жить потому что он без реализации своего таланта то не может он творческий человек он созидатель он создает и в то же время его никто не смотрит и не слушает уже начинается думать да то есть это творцы мы все а если у нас нет зоны комфорта где мы реализуемся да тогда мы начинаем внимательнее слушать что да действительно надо искать новое да друзья надо действительно искать новое вот я хочу сказать вам о хлопке одной ладоши почему я это решил сегодня назвать так потому что мы посмотрели там что более всего привлекает людей вот в интернете посмотрели ум на моих выпусках посмотрели мы там посмотрели окажется хлопок одной ладоши у которой помогает выйти в транс и решить сразу нерешаемые задачи получается столько просмотров давно это было интересно было нам посмотреть что людей как говорится привлекает что интересует слова транс хлопок одной ладошью но это значит как простым способом для таким необычным то есть парадокс и не парадокса вдруг как я говорю про пушкин почему потому что вну раньше вот когда учили в восточных искусствах состояние вот этой медитации или нулевому состоянию как я сейчас называю медитации это когда есть два вида об этом и дала лама говорил что есть медитация пустотная а есть направленная но когда вы какую-то задачу решаете хотите вы не хотите вы входите в это состояние медитативный это в потоке очень скин михаи потоки хорошо написано другими словами дело не в этом я просто вам подсказываю где посмотрите посмотрите там в интернете поток на видео посмотрите чинский от михаи поток там весь перевод на русский язык и там есть поток когда он выступает там английском языке то ли в америке то ли где-то профессор там какого-то университета очень мощный мой любимый психолог современности а где выступает москве тоже очень интересно и вы увидите где она очень правильно говорите вы увидите как реагирует зал как вопросы задают про здесь и сейчас там задали вопрос москве я вижу как они задали вопрос шаблона ну короче говоря там есть и ошибки там если очень правильные вещи вот ну посмотрите это очень интересно это очень развивает понимание о том что такое поток и вот далай лама когда говорил есть пустотная медитация это оставьте нам он сказал тибетцам а есть направленная ответе как интересно так вот нулевое состояние это пустотное состояние это как раз то что называется дефолт мозга или то что называет мы называем я первый раз это назвал еще девяностом году в книжке плюс себе нейтральным состоянием потому что я тогда понял что мозг работает как коробка передач и переключения режимов работы мозга из бодрствования в сон и сна в сон с восновидениями из бодрствования в трассы чем эти состояния отличаются посмотрите у меня в стрессу сайте и хср новый модель работы мозга и как конденсатор вот и вот эта разрядка накопившийся потенциал то кто сегодня имеет потенциал роста кто сегодня будет создавать вместе с нами из наших знаменитых людей кто сегодня с нами будет создавать те которые уже теряют зону комфорта там я не уже прославлено где им надо уже еще подумать понимаете в чем дело но это жизнь так и получится так вот хлопок одной ладоши это как раз или когда ты чуть пытаешься представить себе парадоксальная парадоксальная обычно мы привыкли вот так вот это плода аплодисменты да вот всем знаменитым людям аплодисмент артистам шахтерам там которые там герои труда там хлопаем а вот хлопок одной ладоши представить и вот в восточных техниках было это повторюсь было когда представьте себе и вот когда адепт этой методики учился там чему-то пытался погрузиться свое воображение представить себе невоображаемое невоображаемое нелогичное парадоксальная но для этого он приходил состоянии медитации в состоянии нуля которым я говорю в котором размыкались две половины мозга и там уже нейтральное состояние и там он мог их снова соединить уже в новом соединении и он мог представить себе хлопок одной ладошью потому что оказывается в этом нейтральном состоянии возникает пустота и он может там представить себе все что угодно ранее для него нелогичная не противоречивая диссонансная он может себе представить по той почему потому что у него отношение к этому изменилось потому что ему там пофигу одна ладошка две или пять вот что интересно поэтому вы тоже можете себе попробовать представить себе хлопок одной ладошью когда вы будете полминутки так представлять вы можете прикрыть глаза или открыть глаза сделать рассеянный взгляд это такой прием дышать естественным образом через нос покачивать головой если вам нравится но главное чтобы сосредоточились на поиске образа который для вас был противоречив логически и когда вы себе найдете этот образ ну да ну представил вот одной ладошкой хлопает и звук этой ладошки можно себе представить и когда ты пытаясь найти новые образца которую ты раньше никогда не пытался подумать а у нас включаем еще найди образ не только в голове но еще и найди действие которые ты никогда не делал не друге движение которое ты никогда не делая когда ты исчез это движение которое ты никогда не делать ты вынужден думать и как раз таки поиск развивает креативность мозга как раз таки поиск он заставляет человека думать и включать все больше и больше его творческий потенциал и потом после этих хлопков одной ладошью все другие вопросы он решает проще и быстрее потому что мозг лучше работает в направлении вот этой неизвестности в направлении этой новизны и неопределенности цветной тем времени как решить какую-то вопросы такой противоречивый у вас накопилось много вопросов вот у меня накопилось например как сделать следующий вебинар я вот думаю слушать они сделать ли нам мозговой штурм как взять и создать науку человечности определить критерии науки но посмотрите все пожалуйста в интернете напишите в поисковиках что значит критерии науки чем отличается это от не науки чтобы было понятно что наука это да и пишите мне сейчас вот там что вы нашли ваше размышление ваши рекомендации ваше мнение прямо сейчас вот после видео пишите наука это да что вы об этом думаете критерии науки что вы об этом думаете тем самым может чем сила наша идея становится силой когда владевает массами то есть мы по существу и создаем ее тем что мы ее обсуждаем это же есть генератор образа будущего уже обсуждая это уже говоря об этом уже думая об этом мы уже ее и создаем но да это совершенно соответствует и всем святым писанием и всем религиям и соответствует ничего тут такого нету просто в науке о человечности все базовые принципы которые в искусстве в литературе в религии все здесь наука едином языке для человечества вот это интересно поэтому хлопок одной ладошью поэтому поиск действия которые вы никогда не делали раньше потом хаотичные действия которые вы никогда не делали вот этот сам поиск вызывает напряжение а потом веселье у вас наступает расслабление после пика напряжения всегда расслабление попал его напряжение расслабление это универсальный механизм работы мозга плюс и минус по-китайски я не там и так далее так далее вызывает баланс равновесие возникает потом еще такая безмятежность вот эта безмятежность которая возникает вот это состояние где ты начинаешь чувствует самая себя до воздействие уже начинаешь ощущать это такое чувство когда ты вдруг начинаешь понимать себя лучше это чувство развития самосознания это удивительные вещи ну давайте до встречи пока пишите определение там пишите что такое наука человечность этим самым мы уже создаем эту науку и тем самым мы способствуем снижению кризисов война понять когда вы берете там этот ключ там простейшие действия но они основаны именно сознательного моделирования инстинктивных ваших собственных реакций и поэтому принцип подбора путем перебора наряду с принципом подражания то сделай как тебе показывается показывает соединяется это дает мощный взрывной эффект улучшения общего состояния а сейчас еще раз если хотите возьмите представьте себе хлопок одной ладоши вообразите себе и представьте себе кроме этого параллельно любое движение как вторую задачу это уже развивает понимание что такое многозадачность любое другое движение которое вы никогда в жизни не делали одну минуту потратите на это представьте себе любое движение которое вы никогда не делали и теперь когда вы это представляете одновременно параллельно представьте себе ту задачу которая для вас была неподъемной или руки не доходили вы хотели все время решить какой-то вопрос или времени не было или проект какой-то хотели сделать да или скульптуру какой-то хотели вылепить а у вас никак не получалось или картину нарисовать или хотели сегодня или завтра стихи написать а у вас не было вдохновение вот эту задачу представьте одновременно с парадоксальным образом с парадоксальным действием для себя движением и эту задачу одну минуту на это потратьте а после этого сядьте сделайте взгляд рассеянный найдите зеленую зону 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 комфорта куда вас ведет хотите выплачьтесь хотите задремайте задремлите задремлите подремлите просто посидите и вы увидите маленькое научное чудо что будет с вами потом и что будет завтра вы увидите как проще решается ваша проблема и задача до встречи друзья спасибо